Сегодня мы с вами продолжим готовые уроки по книге Млахим. И урок посвящается для безопасности на земле Израиля, спасения всех заложников, излечения раненых и больных, а чтобы наступил настоящий мир. Итак, следующий урок по, в основном, 16 главе книги Млахим. Но здесь дело в том, что, как автор сразу начинает, и я уже тоже этой темой касался, книги Млахим сложно очень изучать, именно потому что все время фокус переходит то немножко про северное государство, то немножко про южное. И получается, если хочешь, например, узнать про следующего царя Аса, мы его уже упоминали на предыдущем уроке, это был царь, который очень долго проправил, 41 год. И правил он в течение и правления Яровама, и правления следующей династии, Баши и его сына, и потом в начале, соответственно, следующей династии, как мы увидим. Там даже не сразу будет новая династия, там вообще очень сложно в северном государстве после того, как была уничтожена династия Баши, который был не лучше Яровама и получил такую же долю, то после этого там была борьба за власть, и там одного царя сразу убили в течение 7 дней, или сам он сжег себя, возможно, во дворце, а потом следующий, через какое-то время была борьба между двумя разными кланами, кто будет следующий царь. В общем, все это время на юге была стабильность, и был царь Аса, относительно праведный царь, один из более праведных царей, не самых праведных, не таких, как Хискияху или Йошаяху. А во всяком случае, до сих пор таких праведных царей еще не было, как Аса, хотя у него были свои ошибки. Так вот, чтобы понять, что происходило в его время, получается, что нужно изучать разные главы и разные стихи. Вот это то, с чего начинает автор, потому что то фокус на южном государстве, то на северном, и, соответственно, Аса будет упоминаться и его правление описываться, и также вот, что происходит в этот момент в разных северных династиях, когда правит Аса, и также ключевое, то, что мы уже говорили, ключевые стихи, которые связывают время, да, хронологию событий. В каком году какого царя, кто стал царем, да, в каком году южного царя стал северный очередной царь, в каком году северного царя стал южный царь. Поэтому вот такая вот путаница. Вот, учитель начинает с того, что давайте, ученики, расскажите, какие стихи говорят про этого царя. И получается у них, что и в 15 главе есть, начинается проправление Аса с 10 стиха по 24, и потом еще раз в 33 стихе упоминается Аса, а другой человек говорит, вот и в 16 главе упоминается Аса в 8 стихе и в 10 стихе, и потом еще в 15 стихе, и снова в 23 стихе, и в 29 стихе. Хотя в последний раз, да, ничего не описывается конкретного в 29 стихе. Это просто, чтобы сообщить, в каком году Асы очередной царь на севере, Ахав, о котором тоже будет подробно описано. Это был как раз один из самых плохих царей. При том, что на юге был один из более хороших, да, на севере в результате восстарился один из самых грешных царей Израиля, Ахав бен Омри, о котором Талмуд, между прочим, говорит, что у него нет участия в будущем мире. Большинство царей, несмотря на их грехи, имеют часть в будущем мире, но Ярабам, как тот, кто начал, порчу всю не имеет. И вот Ахав вот этот. И также из южных царей Минаше. Но там диспут есть насчет Минаше. Но в любом случае, сейчас я просто хотел сказать, что получается, что само имя Асы упомянуто во многих местах, но в некоторых никакой особой информации, кроме того, чтобы просто знать, в каком году правление Асы в Ихуде, очередной царь Израиля появился. В общем, учитель все это суммирует, говоря, что все хорошо нашли, правильно, да, просмотрев эти главы, правильно нашли все места, где Аса упоминается. Так вот, причина во всем этом из-за того, что то описывает пророк южное государство, то северное, и в частности, при каком царе, да, какой высцарился в другом государстве, и в какой год это было. Значит, Аса был один из царей, который проправили очень долго. Он правил 41 год. Больше, чем даже Давид. И за его время поменялось, говорит, 4 царя на севере. Ну, тут на самом деле даже больше получается. Я не знаю, почему он говорит, что именно 4, может, он считает только тех, кто долго проправил. Ну, сейчас это не так важно. Много царей поменялось на севере за время правления Асы. И один из учеников говорит, наверное, он очень молодым стал править, потому что его отец, помните, Авиам, сын Рыхавама, он проправил всего 3 года. Еще, может, не полных 3 года. Значит, наверняка Аса был молодым. И на это отвечает учитель. Мы на самом деле не знаем, сколько лет было Асе, когда он стал царем. Вообще, книга Млахим обычно упоминает, в каком возрасте стал царь царем, ну и потом сколько лет проправил. А в случае Асы почему-то не упомянуто, сколько ему было лет, упомянуто только, сколько лет он проправил. Кстати, его отец, Авиам, то же самое. Не сказано, сколько ему было, в каком возрасте он стал царем. Поэтому на самом-то деле мы и не знаем это точно. Да, трудно определить, во-первых, сколько лет было. Мы знаем, что Рыхавам стал царем в 41 год. То есть дедушка Асы стал царем в 41 год и проправил 17 лет. Но вычислить отсюда, какой возраст был у Асы, очень трудно. Так что он его мог родить, например, очень молодым. И тогда Асе было вполне возможно... Если он родил своего сына молодым, и сына родил своего, соответственно, сына, да, Авиам тоже родил Асу молодым, то, соответственно, могло быть Асе уже и под 30 или даже больше. Поэтому вполне возможно, что Аса, во всяком случае, начал свое детство и юность провел еще во время Шлому. Но автор дает здесь еще одно интересное очень объяснение, почему, кроме того, что пришлось автору, как мы уже сказали, упоминать время от времени того же царя Асу, при разных царях Израиля, когда описывал Северное государство, он дает еще одно объяснение, что все этим подчеркивает, говорит автор Ермияху, подчеркивает, что при каждом из этих царей уже поменялись династии целые на севере, и при этом они так и не вернулись к правлению Игуды, к правлению праведного царя Игуды, который все это время стабильно правил такой длинный срок. И наверняка были какие-то люди, могли бы, во всяком случае, такая идея возникнуть, может быть, вернуться назад и снова объединиться в одно государство. Но не было это сделано. Может, когда он считает четыре царя, он имеется в виду, что четыре династии царей за это время поменялись. В общем, на Севере поменялось много разных царей, и так с северной коленой и остались. При своем продолжали упорствовать в том, что они отдельное государство. Ученик спрашивает. Не только что они не хотели объединиться, они вдобавок еще и воевали с Игудой, как враги. Другой ученик говорит. «Башев, он построил стену между двумя странами, как делают обычно, например, китайская стена и подобные. Может быть, в тот же период времени, говорит ученик. Я не знаю, когда была сделана китайская стена, что ученые на этот счет говорят. В всяком случае, ученик, видимо, что-то про это знал. Говорит, что вот, примерно в тот же период времени, когда китайцы возводили свою стену, на севере у евреев была стена, отделяющая их северное государство от Южного. Третий ученик говорит. «Баша тоже боялся, что его убьют, если начнут евреи снова идти в Иерусалим». Та самая причина, по которой Яровам хотел отделить северное государство полностью, и в духовном смысле тоже полностью от Южуды. И на это автор отвечает тоже очень необычный ответ. И он подчеркивает, что это его собственное мнение, только предположение доказать он это не может. Вы когда-нибудь такое слышали, что воины, говорит, которые сделали Баша в том числе и, возможно, что и до него Яровам, те войны, которые происходили между ними и Ягудой, он предполагает, трудно точно знать причины на эти войны, но вполне возможно, что они хотели как раз завоевать Иерусалим и храм и присоединить его к северному государству. То есть с тех пор, как пророки, мы знаем как минимум двух пророков, которые в то время описывали о грехе северного государства, о том, что почему вы отделились от Иерусалима, почему вы построили свои собственные храмы. Это пророк Ахи Ашелони, как мы уже говорили, еще был пророк Ейгу бен Ханани. В общем, когда пророки описывали грех северного государства именно в том, что они не ходят в Иерусалим, то возможно, что пришло в голову Иераваму, а потом Баше, попытаться завоевать Иерусалим и присоединить большинство евреев. Пусть это будет столица как раз северного государства. Интересный подход, да, что война была, может быть, затеяна именно для того, чтобы как раз сделать снова один храм, который в Иерусалиме, но чтобы он принадлежал именно северному государству. Вот. И говорит, что, хотя это только предположение, но мне кажется, что это очень логичным. Итак, вернемся назад к тому, что сделал Аса. Основная тема нашего урока сегодня это про царство Асы. Длинное правление праведного царя Асы. Значит, когда примерно родился Аса? Возможно, что еще при Шлому. Сколько времени прошло со смерти Шлому до того, как Аса правил? 20 лет. Всего 20 лет, потому что правили два царя. 17 лет правил Рехавам, сын Шлому, и три года всего Авием. Не говоря о том, что, может, это были неполные годы, как мы уже рассказывали. Значит, возможно, что максимум 20 лет, а может, еще меньше. Если считать, что годы были неполные, то вполне возможно, что прошло лет 18 всего лишь. Если, например, какой-то год засчитался и правлению Шлому, и правлению Рехавама, и потом еще какой-то год засчитался и правлению Рехавама, и правлению Авием. Правильно, отвечает учитель. Я уверен, что именно так оно и было. То есть, в большинстве случаев, когда сменялась власть, когда приходил новый царь, то один и тот же год считался и правлением предыдущего царя, и правлением следующего. Поэтому обычно нужно вычитать, как минимум, если поменялось два царя, вычитать два года из общей суммы правления этих царей. Так какая разница, говорит ученик? Разница в том, что, во-первых, мы тогда знаем общую хронологию событий двух царств. Мы знаем, что первый храм стоял 410 лет. Кстати, откуда мы это знаем? Я думаю, что очень многие слышали, я, в общем-то, эти уроки делаю не для самых начинающих. Предполагаю, что из моих слушателей большинство уже слышали, что первый храм стоял 410 лет, второй 420. Но в отношении второго храма и так понятно, что уже библейский период закончился, поэтому это подсчет, связанный с книгой Даниэля, в зависимости от того, что там именно предсказывается, ближе к концу книги Даниэля, по основному мнению Хазаль, предсказывается как раз в конец второго храма после, как говорится, 77, то есть 70 раз по 7 лет. 490 лет от изгнания. И раз по изгнанию было 70 лет, то остается 420 лет, который стал второй храм. Но есть и другие интерпретации этого места в Даниэле. А вот что касается первого храма, подсчет этих лет, который стал первый храм, связан с тем, что про разных царей сказано, сколько кто из них правил. Ну, как мы уже говорили, там многие из царей правили, один тот же год мог засчитаться двум разным царям, и потом бывало, что при жизни одного царя уже востарился другой, например, когда Рубин из них стал проказным, там еще разные варианты. Поэтому на самом деле все это не так просто. Многие из этих чисел, они не по всем мнениям, поэтому есть комментаторы, у которых другое число получается, сколько всего лет стоял первый храм. В высоком случае автор утверждает, что одна из целей вот этих вот знаний, кто в каком году стал править, это именно чтобы насчитать, сколько простоял первый храм. Окей, вернемся к правлению царя Асы. Значит, в чем именно особенно, так сказать, отличилось это время? Ученик говорит, время царя Асы можно сравнить с временем правления Давида. В смысле, что мы увидим, что по отношению именно к праведным царям будет Танах говорить, что сравнивать его с царем Давидом. Говорить, если даже что-то не так, но в остальном он был как Давид, скажем так. И учитель тогда обсуждает, почему действительно не говорить как Шлому, почему сравнение всегда, эталон является царством Давида. Вот Давид установил царство Патория, а Шлому почему-то не говорится про какого-то из царей более праведных, что он правил как Шлому. Почему не является правлением Шлому эталонным? Ученик говорит, что а почему действительно не сказать, что во время Шлому все было очень хорошо, и даже те вещи, которые, может быть, он из-за богатства, которое было во время, немножко переборщили, и тогда евреи привозили, в том числе, скажем, павлинов, как мы читали, и обезьян для удовольствия, купались, так сказать, в роскоши. Так как мы же учили, что, в принципе, это не запрещено. И учитель на это отвечает, что да, запрета тут нет конкретного, но все равно не все, что не запрещено, это следует этому следовать. То есть время Шлому, оно не является, на самом деле, эталонным для нас. А вот время Давида, который установил все Патория, это является самое лучшее время, по которому, соответственно, сравниваются остальные цари. Вели ли они как Давида, и было ли в их время царство как во время Давида. Во всяком случае, ни разу не говорится про какого-то из царей, что он делал хорошо в глазах Всевышнего, как Шлому. Только как Давид всегда говорится. И вот Аса, ему удалось восстановить во многом царство, похожее на царство Давида, но он сделал очень большую ошибку, как мы сейчас увидим. Какая была его основная ошибка? То, что не привело к успеху, и как считают наши мудрецы, если бы не эта ошибка, то, может быть, и северное государство присоединилось в результате к Южному. Но Аса сделал что-то очень нехорошее. Что? Ученик говорит, он пригласил царя Сирии воевать с царем Израиля. То есть, он фактически объединился с царем и долопоклонником против царя Израиля, против Баши. Так, другой человек говорит, а какой у него был выбор? Против Баши нужно был какой-то союзник. Так, на это учитель говорит, а вы прочтите, что Раши пишет в 11 главе 39 стих. Раши там говорит, что из-за вот этого именно греха царство не вернулось в Яхуду, да, и Аса мог бы стать царем всего Израиля, но не получилось, потому что он послал взятку царю Сирии и натравил его на царя Израиля. Так, что говорит основное, использует Раши, да, основное выражение. Говорит ученик Шекилькель, он испортил тем, что послал взятку царю Сирии и не положился на Всевышнего. Может, вы можете мне объяснить, что имеется в виду? В чем он должен был положиться на Всевышнего? Ученик говорит, что Баша на самом деле не смог бы ничего нам сделать и да, если бы если бы Аса положился на Всевышнего, у него тоже была хорошая армия у Асы. Он мог начать войну с Башей и не бояться и не привлекать в это царя-идолу-поклонника на свою сторону. Учитель говорит, да, посмотрите, вот в Диври Аямим, когда описываются дополнительно эти события, описывается, что действительно у Асы была великая армия и ему пришлось воевать с какой-то нацией из Африки, с Кушим какими-то, эфиопами или кем-то и они полностью смогли выиграть войну и там описывается молитва Асы очень красивая. Так если так он успешен был против одного из царей, в Африке, то почему он не положился действительно на Всевышнего, когда пришлось воевать с Башей? Он, видимо, считал Башу таким ничтожеством, что считал, что можно на него даже натравить нееврейского царя. тем более, что Баша получил власть как бы не очень-то законно, он фактически получил власть тем, что убил всех из дома Яровама и, наверное, Аса относился к Баше как к человеку полностью негодяю, против кого любые методы хороши. И говорится на самом деле в Диври Аямим, это все во второй части Диври Аямим описывается, что Ханани Харуэ, пророк Ханани, я уже говорил про этого пророка, он действительно Асу очень упрекал, то есть это была, получается, самая главная ошибка Асы, там еще описан еще другой грех Асы, сейчас не будем в это вдаваться, но самый крупный грех Асы был в том, что он натравил Сирию на северное государство. Но надо не забывать, что Асу очень многое сделал для евреев, для своей страны, он поднял уровень изучения Торы, и народ, говорит, принял это с любовью, с желанием, вообще началась период начался в Ягуде самый хороший, расцвета все это время, и вместе с успехами и в физическом смысле, экономическими, видимо, успехами. В общем, Асу, он был успешен и в духовном, и в физическом, кроме вот этой его ошибки в основном. Все это, говорит, описано в Диверяяме. И на этом я на сегодня закончу, следующий урок будет по главе 16. И урок наш посвящался для безопасности на земле Израиля, спасения всех заложников, кто жив, и извлечения раненых, и чтобы наступил мир. Субтитры создавал DimaTorzok